Турция угрожает курдам санкциями. Причина референдум о независимости в Иракском Курдистане. Согласно неофициальным подсчетам, почти 75% избирателей проголосовали за отделение от Ирака. В Турции, где проживает много курдов, считают, что это может привести к этнической войне. Анкара уже объявила о совместных учениях с иракскими военными. Военная техника, десятки солдат в полной амуниции с флагами Ирака и Турции. Об этих совместных маневрах никто не знал. Сегодня солдат поспешно отправили на границу с Ираком. О цели учений тоже ни слова. Хотя кадры с масштабных маневров свидетельствуют. Готовятся к чему-то серьезному. Президент Турции Раджептей Пердаган, как бы намекая, заявил, что не допустит этнической междоусобной войны. И для этого подключит все рычаги влияния, в том числе и санкции. Мы рассматриваем все варианты от экономических санкций до военного решения конфликта. Все они прорабатываются, включая закрытие границ и воздушного пространства. Как только санкции вступят в силу, и мы перекроем нефтяные краны, курдам не сдобровать. Они останутся без гроша и будут голодать. Несмотря на международное давление, курды подсчитывают голоса на референдуме о независимости. Официальных результатов пока нет. Но согласно разным подсчетам СМИ, они оглушительные. 75% избирателей проголосовали за отделение от Ирака. При этом в некоторых районах результаты достигают 95%. Референдум сделал нас счастливым. Мы очень довольны, что большинство высказались за. Это право курдов. Очень надеюсь, что курдское правительство очень скоро объявит о независимости от Ирака. Но Богдан ни о каких результатах и слышать не хочет. Мы не желаем обсуждать результаты референдума, потому что это антиконституционно, нелегитимно и при этом противоречит иракским и международным законам. Отделиться от Ирака курды пробовали и раньше, но два года назад референдум не состоялся из-за атаки исламского государства. Анна Ильиных, подробности, телеканал Интер.